Харбошечка, гопарушечка, Харьяночка, россияночка, Играй, перебор, моя душечка, Харбошечка, гопарушечка. Истинных гурманов и любителей этой сладкой ягоды не отпугнул даже дождь. Пятый фестиваль «Подозерская клубника» в Комсомольском районе состоялся вопреки погоде и тому, что в самом селе ягода созреть не успела. Пригласили торговцев из других регионов, чтобы вдоволь накормить всех желающих. Гости не мелочились, покупали сразу по ящику. Откуда вы? В Пистово. А не назрела в Пистово клубнику? А там нет ее вообще. Даже в магазине нет. Черешни есть, ну все это, а вот клубники нет. Даже раньше продавали вот здесь на дороге, когда на повороте поворачивать сюда нет. А сейчас ее нет. Нет, там кому купили? Ребятишкам. Гости званые, желанные, приходите к нам в палачку, посмотрите, какой у нас продукт. Пирожки, пожалуйста, свежие, вареницы, грибочки, торпалетки. Подходите, люди, вот даже куколка вас бросит, Нюра бросит, ну подходите. Ну идите сюда, идите, подходите. Приехали за клубникой в Подозерский со всей Ивановской области. И не только торговля здесь идет бойко. Из сочной ягоды, как выяснилось, блюд можно приготовить не меньше, чем из картошки. Варенье, комфот, конфитюр, повидло, клубничные пирожки у нас есть, наливочка и настоечка. Одно послабше, другое покрепче, естественно. Очень вкусно и пользуется спросом. Фестиваль клубники в Подозерском празднуют вместе с Днем в села. Устраивают концерт, чествуют жителей. Со сцены за всем происходящим неизменно следит королева клубника. Ее здесь любят и выращивают буквально на каждом шагу. Даже у местного дома культуры высажены кустики. Очень хорошо. Здесь хорошие люди, приветливые, добрые, внимательные, заботливые. Которые любят свою землю, которые ухаживают за ней. Которые очень отзывчивые, ну и земля, соответственно, тоже дает им свои плоды и помогает им жить. Кубничный фестиваль в Подозерском проходит уже не первый год. И, безусловно, он отражает ту ситуацию, которая сегодня происходит на Подозерской земле. Здесь живут очень трудолюбивые люди, которые когда-то, начиная даже в годы войны, добывали в большом количестве торф. И поставляли его на Ивановскую ГРЭС для того, чтобы вырабатывать электроэнергию. Но времена эти сменились. Торф сейчас уже не востребован. Жители Подозерского в большом количестве выращивают клубнику. У них целые большие плантации. Как бы это ни звучало, клубника для жителей Подозерского не просто ягода, а настоящая кормилица. Урожай продают. Татьяна Тихомирова в хороший год собирает 30-40 килограммов ягоды за раз. За трудолюбие в 2017-м именно она и получила статус клубничной королевы Подозерского. Клубника у нас выросла, цветла очень хорошо. Кусты сильные, богатые кусты. И много сейчас зеленых ягод. Только бы нам солнышко, конечно, чтобы они наливались, прогревались. Но все равно мы не унываем. Мы надеемся, все равно солнышко будет. И хоть сколько-нибудь мы соберем урожаи. Если верить синоптикам, лето вступит в свои права уже со дня на день. А это значит, клубника в Подозерском созреет. И приобрести ее сможет каждый желающий. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Комсомольский район.